Добрый день, Павел Сергеевич! На сегодняшний день профилактика употребления психоактивных веществ остается одной из наиболее актуальных среди других проблем здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому ежегодно с 1998 года на территории Мурманской области в период с 1 декабря по 10 проводится региональная широкомасштабная профилактическая акция Декада СОС. Девизом этой акции является слоган «Оставайся на линии жизни». Как мне кажется, он очень точно отражает суть профилактической работы. Как Вы считаете, достаточно ли одной декады декабря для стабильного результата? И какие масштабные акции для молодежи в этом направлении проводятся в Манчегорске? Добрый день! Скорее, нет, чем да. Это ответ на Ваш вопрос. В 10 дней идет декада фестивалей, конференции, встречи, всевозможные конкурсы. В данный период полноценные 10 дней профилактической работы – это заинтересованных ведомств, служб. Конечно же, это не совсем означает, что остальные 355 дней в году работа не ведется. Наоборот, работа ведется ежедневно и очень интенсивно. Большинство проводимых мероприятий, какие проводятся у нас в городе, они уже несут по себе профилактический характер. Хотя можно привести, например, в Воронежской области, там идет целый месячник антинаркотической работы. Думаю, что для стабильной работы прежде всего необходимо всестороннее понимание данной ситуации и системный подход к решению данной ситуации. 1 декабря приходит акция «Свеча», посвященная Международному дню борьбы со спидом. Проводятся занятия в школах, классные часы, встречи с представителями здравоохранения, церкви и полиции в том числе. 5 декабря запланировано проведение фестиваля по профилактике временных привычек вне зависимости. Это наш традиционный фестиваль, довольно-таки широкомасштабный, где участвуют все заинтересованные службы, ведомства в рамках городской акции «Дискотека Острова Безопасности». Как известно, профилактика может быть первичной, вторичной и третичной. Первичная профилактика должна проводиться широко и повсеместно со всеми детьми и подростками школьного возраста, пока они здоровы и не успели познакомиться с наркотическими веществами. Целью вторичной профилактики является сохранение здоровья детей и подростков, уже имеющих опыт употребления. Третичная профилактика предназначена для продления жизни лиц, страдающих с формированной зависимостью от наркотиков путем предупреждения повторных рецидивов после лечения. Мы в данном случае говорим о первичной профилактике наркомании, которая может быть эффективной только при объединении усилий учреждений культуры, спортивных организаций, церкви, здравоохранения, полиции, школы и родителей. Существует ли подобный опыт взаимодействия в Манчегорске и считаете ли вы его эффективным? Мы только что уже проговорили с вами про Декадусос. Это, я считаю, самый масштабный пример взаимодействия совместной продуктивной работы системы культуры, образования, спорта, здравоохранения и внутренних дел. Профилактика, конечно, это очень важный вопрос. Ему уделяется очень много внимания. Так, надеюсь, что все вы знаете, у нас работает антинаркотическая комиссия, председателем которой является глава администрации. В состав комиссии входят представители разных ведомств. Это и администрация, и полиция, и здравоохранение, и прокуратура. И в ходе заседания решаются очень важные вопросы в данном направлении, вырабатываются решения по этим детальным вопросам. И каждый желающий может ознакомиться с данными материалами во вкладке антинаркотической комиссии города на сайте администрации города Мончегорска. Добавлю, что весомый вклад в данную деятельность, профилактику потребления психоактивных веществ вносит и деятельность организации шаг за шагом. Помимо того, они занимаются и еще реабилитацией, и адаптацией алко- и наркозависимых. А о последствиях потребления психоактивных веществ рассказывает в школу города Мончегорское отделение волонтеров-медиков. Они не так давно у нас созданы, около года. Продолжаем говорить о формах и средствах профилактической работы. На основании федерального закона 29 декабря 2010 года номер 436 ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в редакции от 31.07.2020 года четко сформулированы позиции по отношению к неэффективным средствам профилактики. Так, опираясь на закон, не рекомендуется проводить профилактику с установкой на страх наркозависимости с использованием наркомандской атрибутики, включая конкурсы плакатов с использованием тем наркоманий, например, «Класс против наркотиков», «Школа против наркотиков». Учитываются ли эти рекомендации в ходе профилактической деятельности среди молодежи Мончегорска? Безусловно, учитываются, учитываются они повсеместно и при организации, и при проведении самих неприязей. Скажем так, ни для кого не для секрет, что если мы увидим на лавочке написано слово «окрашено», то найдутся обязательно те самые люди, которые захотят попробовать на самом деле высохла ли краска, либо нет. Это как бы один из таких примеров, потому что, понимаем, аналогичный эффект может вызывать и использование терминов, связанных с наркоманией. Мы в своей работе используем иные термины и понятия, как, например, «молодежь», «здоровый ландерат жизни». И продолжая тему наглядности, хочется обратить внимание на участившиеся случаи незаконного нанесения рекламы наркотических средств на фасады зданий и другие поверхности. Таким образом, через наркографити ведется распространение и популяризация наркотических средств среди подрастающего поколения. Расскажите, на какие слова или символы, нанесенные на стены, нужно обращать внимание и как действовать? Да, увы, в нашем городе есть такая проблема. Чаще всего встречается реклама о высоком легком заработке с ссылкой на аккаунт в Телеграм. Гражданам следует обращать внимание на такие слова на фасадных зданиях, как Телеграм, Греча, Орех, Снег, Мед, Лед, Артисоль и аналогичные. Об их значениях мы сейчас говорить не будем, чтобы не вызывать обратного эффекта. А при обнаружении данных в наркографити следует обратиться в администрацию либо в полицию. То есть гражданину необходимо запечатлеть данные в наркографити, допустим, при помощи своего мобильного устройства, и отправить также по электронной почте с указанием места, адреса точного. И это, как показывает практика, устранять записи очень быстро. Либо воспользоваться мобильным приложением портал наш силер, довольно-таки просто зайти. Здесь есть вкладка «Благоустройство». Вот «Благоустройство». Вот даже здесь вот так вот. «Сообщение». Мы выбираем город, где мы находимся. Вот «Манчужевск». Сообщите проблеме, и будут несанкционированы записи на стене. Отправляем, и данный материал будет просмотрен, и я думаю, что проблема будет решена для шарики. Часто профилактические мероприятия проводятся как занятия и лекции, на которых учащимся рассказывают о вреде курения, алкоголя, наркотических веществ. Приводится пугающая статистика, но редко подростки, применяя чужой опыт на себя, не доверяют цифрам и продолжают экспериментировать. Впрочем, взрослые редко говорят с детьми об ответственности. Какая ответственность предусмотрена за употребление наркотических веществ? Здесь всего лишь две статьи. Это статьи об административных правонарушениях нашего кодекса. Так вот, согласно части 1 статьи 6.9 КООПа, употребление наркотических средств или иных психотропных веществ влечет на уложение штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Здесь нужно сказать, что лицо, которое добровольно обращается в медицинскую организацию для лечения, освобождается от данного вида ответственности. И вторая статья, это именно часть 2 статьи 20.20, за аналогичные деяния предусматривается санкция в размере штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. Статья 20.20 подразумевает под собой появление. По указам статьям могут быть привлечены к ответственности лица, которые достигли 16-летнего возраста. Также те, кто не достиг 16-летнего возраста, на родителей, либо иных законных представителей возлагается ответственность в виде наказания административного от 1.5 до 2 тысяч рублей. Всегда есть соблазн задать из-за черту. Нужно помнить, что жизнь, здоровье ваше, ваших близких зависит только лишь от вас самих. Отступиться очень легко, но помните, что нет безвыходных ситуаций. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.